А давайте не давать людям моральных оценок. Мы сами все немножко вот такие судьи и палачи, поэтому все это происходит. Для меня сейчас не существует моей страны. И черно-белое это тоже не значит, что всем нужно ходить строем. Расскажите о себе. Я Рома Либеров, режиссер и продюсер. Мои две любимые профессии, которыми я надеюсь заниматься и дальше. Мне кажется, что говорить о том, как изменилась ваша жизнь и так далее, на фоне всего, что происходит, столько жизней не то, что изменились, а закончились. Ну что изменилось? Ну что, жаловаться на то, что потерял работу, что закрылись какие-то проекты, что нет денег, что карточки, ну это смешно все. Поэтому моя жизнь изменилась таким образом, что гибнут люди каждый день. Разрушаются страны и разрушена на несколько поколений вперед наша Родина. У нас ее больше нет. Вот вам изменения в нашей жизни. Почему вы уехали из России? Ну что значит, почему я уехал из России? Потому что там уничтожили человеческое достоинство на каждом шагу. Потому что мне было понятно, что это кончится чем-то очень плохим. Потому что количество видимой несправедливости, видимый вид, то есть наружный, сколько несправедливости мы не знали. Потому что это превышало норму, допустимую норму содержимого в воздухе. У кого-то есть прямая причина. Уехал, потому что объявили мобилизацию. Совершенно справедливо не захотел отдавать свою жизнь и здоровье преступному режиму. Нет, я не из-за этого уехал. Один из ваших известных фильмов про Осипа Мандельштама. Как вы думаете, почему он не покинул Россию? Я не могу сказать за другого человека, почему он что-то сделал или не сделал. Думаю, что у Осипа Мандельштама дважды возникала возможность, по крайней мере, выбора или размышления об этом. У нас есть свидетельства о том, что дважды маячил вот этот призрак отъезда. И дважды он от этого отъезда отказался. Почему это произошло? Я... Ну, это же живой человек, а не какая-то страница в книжке. Я не могу в полном объеме сказать, почему это произошло. Но думаю, что легко догадаться, что причины более-менее у всех одни и те же, не отъезда. Почему человек не уезжает? Ну, человек работает с языком и в языке. Ну, есть страх утраты языка, утраты слуха. Есть страх нематы? Есть. Есть, с другой стороны, совершенно бытовые страхи, бегство к неизвестному. Лучше смиряться со злом знакомым, чем бегством к незнакомому стремиться. Это Шекспир в переводе. То есть, все то же самое, то же самое, что чувствуем мы с вами. Мандельштамовская Ода Сталину. Поэт сломался или попытался встроиться в систему? Попытки встроиться в советскую действительность он предпринимал много-много раз. И то, что на поверхности так называемая Ода Сталину, ну, это просто некоторые стечения обстоятельств. Ради Оды он решил изменить свои привычки. Я хочу благодарить холмы, что эту кость и эту кисть развили. Он родился в горах, да, и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его не Сталин, Джугашвили. Как любой человек, особенно с диагностированной шизофренией, каким был Мандельштам, то есть, некоторой двойственностью, то есть, некоторой амплитудой движения душевного, от отторжения до отчаянной попытки встроиться. Этих отчаянных попыток встроиться было очень много. А то, что в 1937 году подавляющее большинство поэтов, в том числе мы сейчас находимся с вами в Тбилиси, все голубороговцы писали словословия Джугашвили. Все без исключения. Все воспевали. Чтобы сохранить себя. Кто-то, чтобы просто сохранить себя. Кто-то, чтобы получить какие-то преференции. Но это же понятный абсолютно механизм. Мандельштам тоже надеялся сохранить. Речь идет о жизни, я напомню вам. Все-таки о жизни. Есть ли у нынешних российских репрессий какая-то логика? У нас недостаточно расстояния, чтобы рассмотреть происходящее. Мы же живем тогда, когда это происходит. Уточнить какую-то логику, ну, она же более-менее очевидна. То, что мы видим сегодня. Все инакомыслящие так или иначе подвергаются гонению. Все, да не все. Поэтому для того, чтобы усмотреть логику, надо заниматься социологией, статистикой. Так вот просто с гуманитарной точки зрения мы видим, что всякое инакомыслие, которое оказывается на виду, внутри страны подвергается каким-то мерам воздействия. Ну, достаточно такой логики? Достаточно. Недостаточная доказательность своей приверженности чему-то. Тоже подвергается вдруг каким-то репрессиям. Есть в этом логика? Есть. Тираническая логика, она более-менее всегда одинаковая. Это же, ну, еще не в полной мере тирания. То есть, там, не черные полковники или не пиночет. Но в целом вполне себе диктаторская диктатура, это же очень примитивно всегда. В этом нету сложности, многообразия. Это же всегда примитивная такая базовая, инстинктивная, глубинная, хтоническая, грязная вещь. Внешний враг. Они же, кого сейчас больше всех боятся? Кого сейчас эти диктаторы и троечники больше всех боятся? Они же геев боятся. Для них геи, как, не знаю, ходячие мертвецы, зомби или призраки. Они же больше всего в жизни боятся геев. О чем можно разговаривать здесь? Если для них самое страшное, это если люди любят друг друга не так, как они привыкли, хотя они вообще никого не любят. Когда-то ваши фильмы выходили на Первом канале. Не жалеете об этом? Ведь уже тогда канал был пропагандистским инструментом. Ну, почему я должен стыдиться? Мне пытаются этот стыд навязать или неловкость. Но наши картины выходили на Первом канале. Разве это не замечательно? Разве это не чудо? Разве это не что-то, что невозможно себе представить? Ну, на Первом канале появляется титр «Невинно убиенным своей страной». Начинает петь «Нойзумси» и начинается наша картина «Сохранимая речь навсегда». Или на Первом канале картина о Довлатове. Или об Ильфе Петрове. Ну, что здесь? Почему я должен этого стыдиться? Считаете ли вы, что Константин Эрнст должен оказаться на скамье подсудимых, как военный преступник? Я же не прокурор. Но давайте не будем все без конца надевать на себя мантии прокуроров. Давайте, во-первых, судить кого-либо еще просто рано. И это не наше с вами. Во всяком случае, это не мое дело. Когда закончится война, нужно будет, конечно, со многим разбираться. Вряд ли мы с вами будем принимать участие в этих разбирательствах, если они вообще наступят. Как можно так легко и просто раскидываться определениями, там, военный преступник и так далее, и так далее. Кто в чем виноват, давайте потом с этим разбираться. Разве не можем мы дать моральную оценку? Считаете ли вы Эрнста причастным к войне? Беда русского человека, нас всех. Да, я еврей, но я русский еврей, русский человек, еврейского происходящего, или как угодно, неважно. Беда наша, что мы все время хотим друг друга осудить, что мы настолько друг друга не уважаем, что мы все время... Вот сейчас идет война, и мы бесконечно продолжаем. То же самое было во время первой эмиграции, второй, третьей эмиграции и так далее. Но давайте не разбрасываться суждениями, ярлыками и так далее. Давайте сначала сделаем что-то, чтобы уменьшить количество беды в мире. А давайте не давать людям моральных оценок. Давайте вообще никому не давать оценок. Давайте говорить спасибо, пожалуйста, чем вам помочь, а могу я для вас что-нибудь сделать? Давайте, когда вас о чем-то просят, говорить, да, конечно. Давайте просто для начала так попробуем действовать. А потом будем разбираться, кто в чем виноват, на кого какой ярлык навесить. Кто я такой, чтобы решать, кто виновен в том, что... А вы виновны в том, что... Вот я тоже виновен в том, что война стала возможной. А вы виновны? Ну так почему надо спрашивать про кого-то? Ну мы все так или иначе виновны. Давайте разберемся, почему вы виновны, почему я виновен. Ну я не знаю, это вы хотите, чтобы я занимался такой публичной саморефлексией на предмет того, почему я виновен, что я недостаточно сделал или чего я не доделал, почему я сдался. Мы с вами уехали, вообще говоря, уехали. То есть нашу страну оставили. Мы с вами виновны более чем кто-либо. Мы взяли и оставили гопникам нашу страну. И мы сидим в Тбилиси в безопасности. Хинкали вечером едим на ужин. А кто-то сидит в тюрьме. А кто-то не может слово пикнуть. А журналисты не могут работать. Мы все хотим друг друга приговорить. Мы же сами все судьи и палачи, вы понимаете? Мы же с вами, сами. Вот вы задаете вопрос, вернется, военный преступник. Вы уже сами немножко, простите, что я так вам говорю, но я говорю это и нам всем. Мы сами все немножко вот такие судьи и палачи. Поэтому все это происходит. Кто виноват в том, что война стала возможной? Кто отдает приказы, мы знаем. Есть главнокомандующий. Приказы отдает главнокомандующий, начальник. Они исходят. Значит, вся ответственность, это мы в точной мере можем говорить, на главнокомандующих. Кем бы он ни был, правильно? Вот от кого исходит приказ. Главнокомандующий российской армии сегодня, Путин, который отдает приказы. Значит, ответственность за эти приказы лежит на нем. Дальше надо разбираться, кто выполнял, кто не выполнял, кто влиял на принятие, кем подписывались бумаги и так далее, и так далее. Некоторые российские оппозиционеры Яшин, Навальный, Карамурза сегодня сознательно садятся в российскую тюрьму. Есть ли в этом смысл? Пример Яшина, Карамурзы, Навального очень важен, потому что он дает нам, во-первых, другую модель мира, во-вторых, он дает нам некоторую степень храбрости, если хотите, что можно сделать. Другое дело, опять же, что они занимаются своим процессом. Они делают свои ставки. Они знают, в какой игре сделаны их ставки. Они знают, на что они поставили. Каждый живет в меру своих убеждений. Если ты в силу тех или иных причин уверен, убежден, что если действовать так-то, условный режим пойдет в течение года, то ты действуешь в меру своих убеждений. Если ты не веришь в возможность скорейших перемен, то ты действуешь другим образом или уезжаешь. Но это убеждения. Они убеждения в той степени, в которой вы за них что-то платите. До тех пор, пока вы что-то за свои убеждения не заплатили, это не убеждения, а болтовня. Эти люди имеют убеждения. И за них таким жесточайшим образом платят. И дают нам определенный пример. И, может быть, даже некоторым многим надежду. В интервью Юрию Дудю вы сказали, мир стал черно-белым. В чем суть этой позиции для вас? Черно-белое ты используешь по отношению к себе. Ты уехал. Решение однозначное. Ты не вернешься. Как в знаменитом романе «Домой возврата нет» Томаса Вульфа. Ты не вернешься. И это сложно. Занимаешь позицию поддерживающую в этой страшной войне Украину. Это очень странно. Потому что ты, россиянин, ты однозначно на стороне Украины. Это сложное ощущение. Когда я говорю о черно-белых вещах, я применяю их к себе. Я отвечаю себе точно и однозначно. Самому себе. Я жду победы Украины. Я не представляю, как она выглядит. Я не знаю. Я не занимаюсь военными вопросами. Я считаю, что будущее наше в руках украинской армии. И если они будут успешны, то у нас оно есть. А если нет, у нас его нет. Вот что значит для меня сегодня черно-белые вопросы. Они меня касаются. Я не заставляю вас занимать такую же позицию. И никого не заставляю занимать эту позицию. Это тяжелая позиция. Есть великая, выдающаяся украинская певица Алина Паш. Такое лицо Украины. Она сама западенская и замечательная артистка. Изумительная музыка, песни. Я сейчас прилетел на день раньше в Берлин перед своей лекцией к ней на концерт. Я просто попытаюсь вам передать, насколько сложно все относить к черно-белому миру. И идет концерт совершенно потрясающий. Он весь по-украински. Она разговаривает только по-украински. Естественно, мы в зале украинцы. Все на поддержку Украины. Она такой украинский амбассадор. И последняя песня этого концерта называется «Крови». И видеоряд, который идет, там очень изобретательные видеоряды под все выступления. И видеоряд, который идет, это мой город, Москва, который горит с помощью компьютерной графики. Мне нравится концерт. Но я смотрю на выступление Алины, талантливейшей исполнительницы, и там горит мой город. И песня называется «Крови». Но это тяжело. Я желаю победы Украине. Но это мой город. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok